Сегодня мы научимся рисовать схемы животных бегемота и носорога. Это только схемы очень упрощенные, но они вам помогут для того, чтобы потом нарисовать этого животного в цвете. Потому что каждому рисунку сначала предшествует набросок в карандаше. Я сначала буду рисовать карандашом, а потом обведу фломастером. У бегемотика туловище овальное. Рисуем овальчик. Головка круглая. Рисуем вот такой кружок. Головка заходит на туловище. Вот здесь они пересекаются. Дальше. Вот такой у бегемотика носик слегка направленный вниз. И вот здесь у него будут ноздрюшки. Он такой курносенький. Как всегда мы рисуем животных, обводим спинку, сразу ведем вниз. И вот такая у бегемотика ножка. Довольно слонообразная, толстенькая ножка. Вот здесь можно нарисовать вторую ножку. Передняя ножка или лапка у бегемотика слегка потоньше. Но тоже довольно толстенькая. Вот здесь можно вот так нарисовать другую ножку. Вот у нас эта схема практически готова. А сейчас мы ее обведем фломастером. И вы увидите. Во-первых, соединяем туловище с головой. Вот так. Музыка. 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 Его чуть посложнее, но тоже легко. Такое же туловище, как у бегемотика, овальчик. Но головка у носорога, он ее наклоняет, когда бежит с врагом сражаться. Вот здесь вот этот полукруг в эту сторону. А вот здесь рисуем маленькую дугу в эту сторону. Рисуем так и так. Что-то похоже на небольшую воронку. И рисуем так. Вот здесь вот закругляем. Соединяем голову со спинкой. Так. Рисуем ножки задней. Опять обводим спинку. Рисуем ножку. Ну, практически тоже толстенькая. Чуть-чуть потоньше, чем у бегемотика. Потому что носорог очень быстро бегает. Ему нужны ножки уверенные. Не такие томбообразные. Бегемотик больше в воде лежит, спит. А носорог очень быстро бегает. Еще одна ножка. И еще одна ножка. И вот здесь соединяем. Вот так можно соединить. Вот у нас практически готова схема для носорога. Сейчас мы ее обведем фломастером. И вы увидите окончательный вариант. Вот у носорога есть такая холка. Вот так спинку обводим. Одно ушко вот здесь. У носорога ушки чуть-чуть поострее, чем у бегемотика. Другое ушко здесь. Вот так это будет у него. Вот эта вот головка. Как будто челюсть такая. Вот здесь будет идти. Верх. Верхняя линия. На конце вот такой красивый большой загнутый рог. Можно нарисовать второй рожек. Есть бегемочки с двумя рожками. У бегемотика вот такая немножко выступает ноздрюшка. И вот такой вот ротик. Вот здесь вот и хорошо сделать вот такой уголочек. Это губка. Губа у него губка такая. И вот здесь все-таки будет ноздрюшка. И вот здесь будет глазик. У жирафа тельца треугольное. К спинке оно, к задним ногам, где спинка, оно поуже. Вот так можно схематично. А где грудка, там пошире. У жирафа довольно длинная шея. Не довольно, а очень длинная. С треугольной мордочкой на конце. Ушки. Есть обязательно рожки у жирафа. Вот так можно схематично отобразить глазки и носик. Можно даже вот так сделать ротик. Задние ноги у животных мы всегда рисуем так. Мы обводим спинку и после этого сразу опускаем вниз. Ножки у жирафика тоненькие и длинненькие. Очень длинные. Он, когда идет на водопой, они ему мешают. Ему приходится расставлять ножки, чтобы попить воды. Еще раз повторяю, что это просто схема. Передние ножки. Хвостик у жирафа. У жирафа есть грифка. Она очень-очень короткая. Не как у лошади. Короткая-короткая, но мы ее обозначим. Можно челочку обозначить. И, конечно, отличительная черта жирафика – это пятнышки. Пятнышки всегда к спинке побольше, пошире. К головке, к шейке поменьше. И у животика они поменьше. Теперь попробуем с вами нарисовать схему слона. У слоника тоже есть шейка, но ее практически не видно. Поэтому мы будем рисовать туловище слоника сразу вместе с головой. Следите, ребята, всегда, чтобы ноги были на одном месте. И заднее и переднее на одном уровне, чтобы были. У слоника ноги как тумбы. Вот мы начинаем. Одну ножку как тумба. Сразу ведем спинку. И помните, я говорила, чуть-чуть поднимаемся вверх. Это сразу... Вот здесь уже начинается голова слоника. Все знают, что у слоника есть хобот. Мы его вот так загнем. И вот так вот передние ножки. Как тумбы. Вот здесь он их составил вместе. Вот так. Можно нарисовать слонику пальчики. У слоника, конечно, есть бивни. Глазик слонику. И такие большие-большие ушки. Вот там, где голова переходит в туловище. Вот такие вот большие-большие ушки. И хвостик. Вот мы с вами научились рисовать слоника. Сначала нарисуем два круга. Один круг вот примерно такой. Такого размера. Учитывая, что вот здесь у нас будут ножки и хвост. Чтоб место на листе бумаги осталось. Второй круг повыше. И чуть-чуть сдвинут. У меня влево. Нарисуем поменьше. И третий круг. Над этим кругом еще меньше. Ну, примерно вот такой. Теперь соединяем. Это голова, это грудь, это ноги. Теперь соединяем. Вот так соединим этот круг. Вот так соединим этот круг. Вот здесь делаем как бы шейку. Соединим. И вот здесь вот так вот большой круг. Вот это вот спина. Сейчас я спинку чуть-чуть подправлю. Извините, стол трясется. Постараюсь не трясти. Вот так вот. Теперь нарисуем вот здесь мордочку. Вот здесь-то кончик носика. У кенгуру вот такие вот ушки. Вы помните, задние лапы у кенгуру очень-очень большие. Она на них прыгает. Они одновременно и опорные, и прыжковые. Вот такие они трехпалые. Это одна будет лапа. Ну и вот здесь-то пусть будет вторая. Вот там она видна. У кенгуру очень большой хвост, который она использует и для равновесия, и для опоры. И сидит на нем тоже. Вот такой хвост. Теперь у кенгуру передние лапки очень маленькие. Она ими берет пищу. Ну вот так примерно. Кенгуру любит носить своих детенышей-самки-кенгуру-мамы в сумках. Кто хочет, можно нарисовать вот такую сумку. И здесь, например, сидит детеныш маленький. Кенгуреночек. Он даже мог лапку одну. Сейчас будем обводить карандаш фломастером, немножко исправляя линию. Играет музыку. «Коннатон Yoksi». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok